здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут юлиана сегодняшнее видео я для вас делаю второй гороскоп на неделю и как всегда мы с вами будем смотреть для каждого знака зодиака что принесет грядущая неделя и так первый знак как всегда у нас идут овны смотрим что недели принесет хорошая неделя для овнов во первых будет очень много общения будет очень много внимания будет на неделе очень много интересов которые вы сможете получать реализовывать в течение недели в первую очередь недели вам обещают комфорт и именно вот лично для вас то есть так как вы хотели планировали рассчитывали особо вас не будут волновать какие-то такие очень срочные важные дела вы больше для себя будете выбирать отдых спокойствие и комфорт вы к этому шли вы к этому придете и вы это будете получать и вот неделя будет вам просто давать возможность отдохнуть пообщаться повеселиться как говорится расслабиться и принимайте все подарки судьбы принимайте все подарки как говорится радости жизни то есть здесь не будет особо каких-то сильных переживаний если вас и будет что волновать это это будет волновать и только вот а что же мне еще хорошего сделать чтобы получить еще больше радости вот во всяком случае вас так ладно давайте сейчас корректировочку сделаем будьте спокойны наслаждайтесь как говорится тем временем которые вам дается пользуйтесь моментом не спешите не торопитесь у вас сейчас позволяет именно неделя расслабиться отдохнуть принимайте просто подарки исполняются ваши желания исполняются реализовываются ваши дела которые вы задумали которые вы хотели и все у вас складывается удачно так хорошо это овны теперь мы смотрим тельцы тоже у тельцов хорошая неделя тоже будет и общение и внимание и интересы но вы больше будете только начинать к этому идти то есть вы только вот знаете как для себя откроете что-то новое что-то яркое что-то интересное то есть если раньше вы какие-то моменты не видели у вас не получалось то как раз на неделе у вас будет возможности что-то для себя новенькое открыть интересное яркое который вам будет только давать хорошее настроение радость также ждите новостей ждите приятных именно новостей ждите гостей потому что гости неожиданно могут к вам нагрянуть и что даст вам еще больше радости вот именно повода для радости неделя она будет такая достаточно эмоциональной для вас но она будет приятной сюрпризами и вот эти приятные сюрпризы на неделю вас будут радовать так давайте вам корректировочку сделаем сейчас посмотрим вы посмотрите радуйтесь радуйтесь и как говорится наслаждайтесь этим периодом потому что здесь вам этот период тоже несет только радость что-то новое входит в вашу жизнь что-то открытое что-то ярко интересны вы это должны получить в это должны принять как должное что наконец вы к этому пришли чтобы уже запустить вот эту свою новую энергию и начинать именно новую жизнь как говорится начинать именно уже свершать открывать дороги и идти дальше и вам вот этот период дается для того чтобы вы это могли понять осознать и принять так хорошо теперь мы смотрим близнецы близнецов немножко будет идти такая неделя как вы уже вот не сможете можно сказать расслабиться а у вас уже наоборот будут мысли а что же мне нужно сделать а что мне нужно предпринять а к чему мне готовиться то есть вы больше будете сосредоточена уже со своими новыми идеями планами настроем на будущее то есть вы больше на неделю уже будете строить для себя можно сказать расписывать так вы будете дальше жить вплоть и чуть ли не поминутно то есть вы больше будете уже строить планы на будущее не особо вы сможете как как говорится, расслабиться, отдохнуть на новогодние праздники, потому что у вас уже есть настрой менять жизнь, сосредоточены будете на реализации своих дел, на реализации своих желаний. И в принципе, в принципе, вы уже давно об этом думали, и вот как раз вы на неделе будете делать только первые шаги. То есть вы уже просто для себя будете четко представлять, с чего вы начинаете, в каком направлении двигаться, как идти. И будет у вас очень много достаточно на неделе решений вопросов, которые, в принципе, позволят вам, во всяком случае, увидеть очень много возможностей, увидеть именно открытые пути в жизни, увидеть очень много... Будет у вас даже определенность на неделе, которая позволит вам, во всяком случае, максимально сосредоточиться и увидеть для себя очень много проектов, очень много дел и очень много аспектов на будущее. Так, ну давайте вам корректировочку. Ну вот у вас, смотрите, если даже не все сразу получается, все равно действуйте. У вас очень серьезный настрой, у вас очень сильное желание, и здесь вам нужно просто двигаться. То есть вы чувствуете вот эту энергию, вы чувствуете, что именно сейчас нужно начинать и двигаться, и вот как раз продолжаете в этом же направлении. То есть действуйте, стремитесь вперед, не останавливайтесь. Вы вот, можно сказать, на неделе только закладываете вот этот фундамент на будущее. Так, хорошо, это были близнецы. Теперь мы смотрим раки. У раков что-то немножко печалит чем-то у вас неделя. Причем здесь больше, знаете, как будет идти такая позиция, что вы сами себя настроите, настроите на негатив, настроите на какие-то неприятные события. Вы знаете, как может быть, что-то может пойти не по вашему плану, не по вашему сценарию, что-то может пойти именно, что не все будет складываться именно так, как вам хочется. То есть какие-то моменты вас могут немножко расстроить, но вы настолько вот свое внимание на этом сосредоточите, что вы вообще никаких радостей не будете видеть, что вы будете вот настолько вот проникнетесь в эти неприятные события. То есть здесь может быть, знаете, как на первый взгляд, покажется, не все так страшно, как вот вам будет казаться на первый взгляд. Но вы почему-то не будете видеть. Может быть, будете находиться в таком состоянии, что не особо-то и захочется видеть какие-то моменты. И это еще больше, знаете, как будет усугублять только вашу ситуацию. Постарайтесь более открыто смотреть на различные позиции. Не впадайте в панику, не расстраивайтесь сразу, если что-то не получается. То есть это, возможно, что просто временные какие-то периоды, и вам нужно это просто переждать. Не бросаться сразу там в омут в голову и пытаться решить, и естественно в таком состоянии у вас не получится. А нужно просто спокойно сесть, обдумать каждый шаг, чтобы уже можно было принимать какие-то действия. Так, ну давайте вам сейчас корректировочку сделаем. Ну вот отпустите свои страхи, отпустите свои сомнения, понимаете? То есть вам, вот вы потом, когда уже переживете вот эти моменты, вы поймете, что не все так страшно, не все так плохо, как казалось на первый взгляд. Отпустите вот эту свою неуверенность, отпустите вот эти страхи. Они вам только будут мешать видеть именно вот всю суть всей картины, понимаете? То есть действительность. Вы просто не будете ее видеть, потому что вы слишком будете сосредоточены на своем внутреннем состоянии. Вам это нужно отпустить. Так, хорошо, теперь мы смотрим лев. Ну у львов тоже хорошая неделя. Вы будете чувствовать себя просто превосходно. У вас идет именно такая позиция, что вы, наконец, вот сможете спокойно расслабиться. То есть даже если будут какие-то рабочие моменты, но вы как-то это все будете делать с легкостью, с радостью. То есть вы вот как раз наоборот не будете замечать, если есть какие-то неприятные обстоятельства, вы их просто не будете видеть. Вы будете видеть именно вот тот аспект, вот хороший. У вас будет внутренний настрой, что, наконец, вы достигли определенных результатов. И вас это будет еще больше радовать, что вы своими силами добивались, стремились. И, наконец, вы на неделе это будете получать. То есть здесь неделя не предвещает вам, что что-то серьезное, что что-то глобальное. Но вы будете больше стараться создать сами себе настроение и пользоваться вот этим моментом. Просто вот расслабиться и отдохнуть, как говорится. Так, ну давайте вам тоже корректировочку сделаем. Сейчас посмотрим. Ну вот тоже идет как-то, что просто пользуйтесь, как говорится, периодом и моментом. То есть не нужно куда-то там бежать и торопиться, что-то предпринимать серьезное, что-то глобальное такое решать на неделю. То есть здесь вы можете себе позволить отдохнуть, можете позволить себе взять выходные, чтобы, знаете, как набраться сил, набраться вот этой энергии, и чтобы дальше идти в бой. Поэтому пользуйтесь. Вам неделя это позволяет. Так, хорошо. Теперь мы смотрим дело. Вообще замечательно. Просто прекрасно. Здесь, во-первых, неделя обещает спокойствие, гармонию. Неделя вам обещает полноту, знаете, как вот всех событий, вот то, что, может быть, вы даже давно и хотели. То есть у вас идет, во-первых, финансовая неделя. Однозначно будут деньги, однозначно будете получать финансы. Кто-то, может быть, и зарплату, кто-то, может быть, и подарки финансовые. И вас это будет очень радовать. То есть вы будете себя чувствовать, вы знаете, как хозяина судьбы. Вы будете чувствовать, что вот, наконец, как говорится, пришло моё счастье. Наконец, я могу получать то, что хочу. То есть вы достаточно много потрудились. Много что, ну, возможно, и приходилось испытывать. Как раз неделя вам сейчас просто будет одаривать, как говорится, с своими подарками. И вот у вас на неделе как раз и идет то, что вот это волшебство, которое вы ждали, начинается. Так, ну, давайте вам корректировать, что сделаем. Сейчас посмотрим. Ну, вот смотрите, вот у вас идет такая позиция, что вы это заслужили. То есть вы просто должны это принимать. Потому что, как я сказала, вы к этому долго шли, и вы это заслужили. То есть вы будете на неделе получать именно то, что вы сами вот наработали, заслужили своим отношением, своим вниманием. То есть судьба к вам поворачивается, и вы вот все именно по справедливости будете получать. Так, хорошо, теперь мы смотрим весы. У весов хорошая тоже, положительная динамика идет, неплохая неделя. Здесь вы уже не совсем будете расслабляться, не совсем будете как-то уже отдыхать, и вы уже потихонечку начнете что-то реализовывать и что-то делать. То есть у вас неделя такая достаточно приятная именно в реализации ваших каких-то дел, ваших возможностей. То есть у вас вот как раз и появляются. Они могут незначительные сначала быть, но зато вы сможете ухватить вот различные идеи, увидеть много что интересного, открыть для себя возможности. То есть перед вами открываются дороги, которые позволят вам, но во всяком случае, уже двигаться в правильном направлении. То есть вы увидите, что вам нужно делать, куда вам лучше двигаться, в каком направлении двигаться, что изменить в своей жизни, что можно улучшить в своей жизни. И у вас как раз все ваши идеи, все ваши шаги, которые вы будете предпринимать на неделе, это вам будет нести только радость и благополучие. Потому что она, хоть какие-то моменты незначительны, но они очень благоприятные для вас, потому что вы сразу будете, как говорится, получать результаты. Так, ну давайте вам корректировочку. Вы достигнете большего. Вот смотрите, если вы начнете и не будете останавливаться, потому что у вас открывается путь, открываются возможности. Вы достигнете большего. То есть, как я сказала, вы сразу будете получать те результаты, к которым вы будете стремиться. Вам останется только делать шаги, идти вперед и уже дальше получать много что хорошего. Но у вас так. Так, теперь мы смотрим скорпионы. У скорпионов хорошая неделя, достаточно приятная, такая благополучная. То есть, здесь идет момент, что вы будете наслаждаться спокойствием, наслаждаться приятными событиями. Какие-то известия придут к вам на неделе, которые вас достаточно порадуют, которые вам дадут хороший настрой, которые дадут вам определенный вот тот посыл, чтобы можно было реализовывать именно какие-то будущие проекты. То здесь вы начнете для себя уже задумывать, как говорится, на будущее. Вы уже начнете что-то принимать в своей жизни, предпринимать для себя, для реализации. Но вы только начнете это делать. Понимаете? То есть, вы пока только сделаете шаг, но вы уже для себя будете знать, в каком направлении вы делаете шаг и что вы от этого получите. То есть, вы на неделе будете для себя искать больше такие благоприятные условия. То есть, это могут быть и рабочие моменты, и финансовые вопросы у вас удачно решаются. Это и налаживание контактов, налаживание каких-то отношений. То есть, все, что вот вам, возможно, может быть, даже и не хватало ранее. То есть, если какие-то вот, знаете, как были пробелы в чем-то, то как раз в неделю вы это все будете заполнять. Так, ну давайте вам сделаем корректировочку. Сейчас посмотрим. Вот смотрите, что и получается. То есть, здесь единственное, что не пугайтесь, если что-то, предположим, не сразу будет случаться, а продолжайте и действуйте. Потому что вы потом поймете, что вы выбрали правильное решение, что вы приняли правильное решение, что вы выбрали именно тот путь, по которому вы дальше пойдете. И вам не стоит ни в коем случае останавливаться. То есть, вам нужно просто быть уверенными. Да, может быть, не сразу все будете получать именно то, что хотелось, то, к чему стремитесь. Но зато вы уже сделаете шаги и вы уже будете принимать для себя определенные, скажем так, хорошие позиции. То есть, вы уже это будете видеть сразу. Понимаете, там не надо будет ждать долго, а вы уже это все будете получать на неделе. Так, хорошо. Теперь мы смотрим стрелец. Трельцы, что-то немножко пойдет не по плану. У вас на неделе что-то немножко вас расстроит, какие-то обстоятельства. А здесь, может быть, знаете как, можете поддаться каким-то слухам, можете поддаться каким-то неприятным, разговорам со стороны. Это, знаете, кому-то поверите, а потом получается, что это только был обман, а потом проясняется, что это просто были ложные слухи и какие-то ложные совершенно разговоры. Старайтесь не поддаваться панике на неделе, старайтесь не поддаваться разговорам. Будьте внимательны к окружающим, будьте внимательны именно вот кто к вам, вот кто рядом с вами находится, особенно если вы чувствуете, что не совсем, скажем так, приятный человек. Также не впадайте в панику, в депрессию, если что-то у вас идёт не так, как вам хочется, потому что неделя немножко вас потревожит, она немножко заставит вас понервничать. Но при этом, если вы будете, как говорится, совладать с собой, со своими эмоциями, тогда вы неделю проведёте спокойно. То есть сможете преодолеть вот эти трудности, которые вам неделя даёт. Так, ну давайте вам корректировочку сделаем, сейчас посмотрим. Вот соблюдайте спокойствие, как говорится, будьте благоразумны, и в первую очередь не делайте каких-то поспешных решений, и не пытайтесь решить всё и сразу. Лучше посидите, подумайте, пускай это больше времени уйдёт, чем вас будут торопить, предположим, но зато вы примете правильное решение. Не слушайте никого вокруг, слушайте только себя, то есть именно своё внутреннее состояние, что вам нужно, к чему вы стремитесь, что вы хотите, и тогда вы не сделаете ошибки, а сделайте именно правильный выбор. Так, теперь мы смотрим козерог. Козерогов тоже немножко что-то не очень недели, какие там будут беспокойства у вас, причём здесь идёт такая позиция, что в чём-то вы будете не уверены. Возможно, у вас, скажем так, будут некоторые такие обстоятельства складываться, что вам придётся выбирать между чем-то или-или. То есть либо одно выбирать, либо другое выбирать. И вот вы немножко будете в растерянности. А что мне делать и как мне поступить? Но здесь идёт позиция, что на неделе всё-таки вам нужно, во всяком случае, постараться не принимать вот этих поспешных решений, потому что здесь вы не совсем будете правильно воспринимать, скажем так, нужную информацию, которая будет у вас идти на неделю. То есть вы не совсем увидите выход в своей ситуации, не совсем сможете понять, как вам действовать. И вот эта неуверенность, она ещё больше будет у вас разрастаться. То есть здесь не пытайтесь, знаете, как вот преломить вот эту ситуацию, что вот я всё равно настойчиво буду делать так, вот как хочу. То есть вам нужно, в первую очередь, быть очень осторожными со своими поступками, быть осторожными со своими словами, для того, чтобы не совершить, как говорится, ещё больше ошибок. Но и в то же время нужно быть уверенными в себе и не сомневаться в том, что вы, в первую очередь, хотите для себя. Вот не поддавайтесь эмоциям, вот единственное, потому что здесь у вас может быть такое состояние, может быть именно такой настрой, что, знаете, как махнуть рукой, как будет, так будет, делаю так и всё на это. Вот на это поддаваться вам не стоит, потому что если вы будете на это поддаваться, то вот тогда есть вероятность, что можно совершить ошибку. Также будьте внимательны к известиям, которые к вам идут. То есть они могут вас немножко застать врасплох, они могут вас немножко потревожить, и вы вообще можете закрыться, что мне делать дальше. То есть старайтесь более, знаете как, более спокойно воспринимать вот всё происходящее, что будет на неделю, чтобы не совершить вот ту ошибку, которую потом будете жалеть. Ну вот у вас так. Так, хорошо, теперь мы смотрим водолей. Водолей спокойная неделя, ровная, размеренная, спокойная. То есть у вас, в принципе, всё сделано, всё решено. Вы особо пока не будете ничего планировать, особо не будете за что-то переживать. То есть если будете, то, в принципе, будет это в спокойной атмосфере. То есть у вас очень хорошее, вот именно наступило время, благоприятное для вас время, где вы будете размышлять о своём будущем, может быть, что-то загадывать на будущее. Но особо пока не будете ничего предпринимать, а вы будете только больше вот думать. И уже как раз вот вы будете давать вот этот посыл, чтобы вот в дальнейшем можно было получать вот всё то, что вам хочется. Именно на неделе привлечать и спокойствие. И в то же время исполнение ваших, скажем так, затей, исполнение ваших вот то, что, ну, вы знаете, как элементарно захотелось сделать для себя, предположим. И вот как раз вы это на неделе будете делать. То есть больше как бы для себя. Так, ну давайте вам корректировочку сделаем. Вот не отказывайтесь от того, что вам хочется. Потому что немножко может быть такой момент, что, может быть, вы не всё сразу будете получать, либо не совсем вас устроит. Да, какие-то моменты на неделе. То есть что-то вы получили, но как бы всё равно что-то вас может не устроить. Вот не отказывайтесь от того, что, ну ладно, мне и это ухватит, предположим. Нет, вы должны действовать, добиваться вот то, что вот вам действительно хотелось, к чему вы стремились. Старайтесь всё-таки всё, как говорится, довести до конца. Не останавливайтесь на полпути, не бросайте всё на полпути, что в следующий раз, ну, может быть, и получится. Нет, вот доведите всё до конца, тогда вы будете спокойны. Потому что, если вы бросите какие-то моменты, вас это просто потом будет волновать, и будете сильно жалеть, а почему там я не сделала, да, либо почему я не сделала. Ну, это вот так. Так, и последний знак, который мы с вами смотрим, это рыбки. У вас немножко тоже такая очень, она нестандартная будет неделя, она больше будет, знаете, как с одной стороны, вроде благополучная, неплохая. То есть, в принципе, у вас будет неплохо получаться финансовые вопросы, решения. Вы сможете очень удачно для себя обойти различные проблемы, неприятности. То есть, если вы будете чувствовать, что что-то идёт не так, как вот вы для себя планируете, вы сможете очень легко это всё обойти. То есть, в принципе, неделя, она и даёт вам вот эту лёгкость, она даёт вам вот это вот такое вот освобождение от различных неприятностей, чтобы вы, наконец, немножко вдохнули. Даже если и будут какие-то обстоятельства, ну, вас это волновать особо не будет, потому что, в принципе, всё в ваших руках, вы всё чётко контролируете, понимаете прекрасно, что вы получаете, к чему вы стремитесь, и что вы ещё можете получить. Ну, вот идёт так. Так, ну, давайте корректировать. Вот только не настраивайте себя, особенно разговором со стороны, что, знаете, как вы ничего не добьётесь, что всё плохо, что ничего у вас не получается, что вы так и останетесь на том же уровне. Не слушайте, потому что в вашем окружении могут быть на неделе люди, которые специально будут вас настраивать, чтобы вы ничего не предпринимали и ничего не сделали. То есть, вот, рассчитывайте на свои силы, рассчитывайте на то, что вы умеете, что вы можете, и вы больше добьётесь результатов, чем будете кого-то слушать, особенно кто будет вас настраивать. Вот этот момент вам нужно учить. Если вы это сделаете, тогда вы действительно с лёгкостью добьётесь то, что вы задумаете. У нас так. Ну, вот такой вот у нас с вами получился гороскоп на неделю. А я вам тем желаю, чтобы эта неделя принесёт только радостные, приятные моменты для каждого. И как всегда, подписываемся на канал и пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok